МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты нашего канала и я, Гульнур Жакен. Сегодня в программе. Глава области Нурмухаммед Абдибеков поздравил воспитанников детского дома АСЕМ с Днем защиты детей. Подарил подарки и сертификат на 7 миллионов тенге. Это деньги, которые мы передаем вашим учителям, для того, чтобы они летом вам организовали достойный хороший отпуск. Еще раз с праздником! В Росказгане состоялся трехдневный международный форум «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода. Среди 23 тысяч человек были расстреляны 3 тысячи человек. На казахской земле было 11 лагерей. Это нельзя забывать. Турнир по шахматам прошел в Караганде. Его участниками стали не опытные спортсмены, а дети, которые больше всего на свете любят данный вид спорта. В День защиты детей Акимобласти Нурмухаммед Абдибеков встретился с воспитанниками детского дома «Асем». Глава региона поздравил всех с праздником, подарил подарки и сертификат на кругленькую сумму. Ни много ни мало, а 7 миллионов тенге. Ребятишки тоже не остались в долгу и порадовали гостей яркими концертными номерами. Красочные костюмы, звонкий смех и лучезарные улыбки детей повсюду так и веяло праздником. Ребятишки удивляли всех своими талантами. Александра Мамедова занимается хореографией 9 лет. Кроме того, увлекается вокалом и поэзией. Учится Александра на казахском языке в девятом классе в школе номер 59. Уже с отличием сдала выпускные экзамены. Какие твои планы на будущее? Сдать экзамены, поступить в колледж гуманитарный на воспитателя. После хотела в коргу на журналиста. Почему? Не знаю, мне нравится. Мне все говорят, что я разговариваю на казахском и мне туда дорога. Только туда. Директор детского дома Светлана Прокопьев о своих воспитанниках говорила с гордостью. Готовились к концерту долго. Самым трудным оказалась постановка танцев. Ведь каждому из детей нужен индивидуальный подход, рассказывает Светлана Прокопьев. В нашем детском доме воспитываются 47 воспитанников. Отличительная черта нашего детского дома – это что братья и сестры воспитываются все вместе. Сегодня можно отметить, что в нашем детском доме реализовываются такие проекты, как проект наставничества. Сегодня у нас в гостях наставники. Есть уже первые положительные результаты, что вот у нас одна пара наставников забирают завтра буквально в свою семью под патронат двоих деток. Благодаря этому проекту наши дети получают такие качества. Они раскрывают свои и творческие способности, коммуникативные способности. Глава области отдельно поблагодарил работников детского дома за самоотверженный благородный труд и вручил подарки ребятишкам – телевизор, ноутбук и спортивные снаряды. Можно разные перед собой задачи ставить, но самое главное – к ним целенаправленно двигаться, не останавливаться, постоянно находиться в поиске. Я вижу, что у вас это получается. Особенно вот ваш концерт замечательно посмотрел, как вы дружно выступаете. Радуюсь за вас. Хочу вам пожелать, чтобы у вас всегда было крепкое здоровье, чтобы учеба ладилась, чтобы ваши воспитатели, ваши учителя были вместе с вами и радовались вашим успехам. А если так будет, и мы, конечно, все, и карагандинцы, и вообще казахстанцы, будем рады, что такое поколение у нас растет. После праздничного концерта Нурмухамбет Абдебеков посетил медицинский кабинет и залы детского дома, познакомился с жизнью детворы, их успехами и достижениями. В завершении мероприятия всех присутствующих ожидала яркая программа спортсменов. Учащиеся школ боевых искусств показали все свои навыки и таланты. А сердце Замбаева, Олжас Габасов, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Забота о детях – это один из основных приоритетов государственной политики. В канун светлого и доброго праздника Международного дня защиты детей в Карагандинской области открылись три развивающих детских центра. Где они находятся и в чем их особенности, расскажет Екатерина Афанасьева. В рамках единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» реализованы три развивающих детских центра. Для их создания было получено одобрение на региональном координационном совете и выделены государственные гранты на общую сумму более 5 миллионов тенге. В Жесказгане при ТО «Медицинский центр «Малютка» открылся реабилитационный центр, где на сегодняшний день лечение получают 5 малышей. А в Шахтинске свою деятельность начали сразу два развивающих центра. Один из них – «Лесенка успеха», который уже сегодня посещают 25 детишек. У нас в нашем центре будут заниматься детки от года до 6 лет. Для всех для них составлены отдельные программы по различным методикам, которые известны не только у нас здесь в Казахстане, но и методики, используемые за рубежом. Есть «Мамина школа» – это занятия для родителей вместе с малышами. Есть занятия для деток с ограниченными возможностями. То есть такая группа у нас тоже предусмотрена. Детки занимаются в разные дни, в разное время. Второй развивающий центр, который открылся в Шахтинске – это «Дарын» с государственным языком обучения. У Карагаш Абдрахмановой три ребенка. Старший сын окончил четвертый класс, пятилетняя дочь и двухгодовалый малыш. Женщина много лет вынашивала свою мечту – отдать детей в развивающий центр на казахском языке. Но в городе такого не было. Карагаш Абдрахманова решила поучаствовать в программе «Карта бизнеса-2020». И не зря. В ноябре 2015 года она выиграла грант на открытие развивающего центра в Шахтинске. Как у меня появилась девочка, хотела отдать на хореографию. Здесь как бы такого не было. С трех лет не брали. И вот я как услышала про грант, то есть палата предпринимателей, отдел предпринимательства, наш местный акимат до нас довели информацию, узнала про грант, что государство дает грант. И попыталась, участвовала и выиграла. То есть это была мечта 2011 года. Стоит отметить, что данные проекты предполагают создание более 20 новых рабочих мест. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. В Жизказгане состоялся трехдневный международный форум «Память во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических репрессий и голода. В нем приняли участие глава региона Нурмухамбет Абдебеков и гости из разных стран. Участники форума посетили музей Жизказгана и обменялись мнениями на пленарном заседании. Итог встречи был единым. Нужно помнить об этих событиях и сделать все, чтобы такое не повторялось в будущем. Форум прошел в стенах Жизказганского колледжа бизнеса и транспорта. Символично, что прошло и торжественное открытие зала Городского совета общественного согласия. Отныне здесь будут собираться и вычлены для обсуждения актуальных проблем. Решение провести форум было единым. Наша сила в единстве. Мы хотим найти новые пути сохранения мира и спокойствия в стране. В форуме приняли участие заместитель председателя заведующего секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, Ералы Тукжанов, депутаты Мажелиса, председатели и члены Советов общественного согласия АНК, руководители этнокультурных объединений, ученые и потомки репрессированных. В числе историков, зарубежных специалистов в Жизказган прибыли Ивене Токахаши из Японии и Дионисий Либонь из Румынии. Они обсудили темы ответственности современных поколений за будущее. До сих пор сохранились стены лагеря Степлак, но нужна небольшая реконструкция. В будущем его можно использовать как музей, ведь там история не только казахстанского народа, но и всех репрессированных. Во всех учебных заведениях Жизказгана состоялись уроки «Патриотический акт Мангалекель» – «Кодекс гражданской идентичности». К школьникам и студентам на открытый разговор пришли депутаты парламента, ученые и историки, общественные деятели. Завершился форум научно-практической конференции с участием Акима области Нурмухамбета Абдебекова. Среди 23 тысяч человек были расстреляны 3 тысячи человек. На казахской земле было 11 лагерей. Это нельзя забывать. В парке Тамбалатас на акции, посвященной принятию Патриотического акта Мангалекель, участники создали аллею памяти, высадив несколько десятков деревьев. Аймамрина Александр Цирикидзе – первый Карагандинский. В Карагандинской области полным ходом идет строительство нового жилого микрорайона. В Сатпаеве побывал первый заместитель Акима области Асылбек Дюсибаев. Все подробности в следующем сюжете. Первый заместитель Акима области Асылбек Дюсибаев побывал с рабочим визитом в городе Сатпаев. Здесь в рамках реализации второго этапа переселения в 2016 году планируется завершение строительства 15 многоэтажных жилых домов. Первый заместитель Акима области посетил строительство нового жилого микрорайона и общеобразовательной школы на 600 мест. Стоимость возведения данных жилых домов составляет 8,3 миллиарда тенге, а стоимость строительства инженерных сетей к этим 15 домам составляет 1,8 миллиарда тенге. Уже к середине июня текущего года будет завершено строительство двух многоэтажных жилых домов в Сатпаеве. Дом 12, 85% работы выполнены, срок сдачи 15 июля. Дворовые площадки новых домов будут облагорожены, оснащены современными детскими площадками, многофункциональными игровыми кортами. Согласно утвержденному графику ведется строительство школы на 600 ученических мест. Бюджет, затраченный на строительство учебного заведения, составляет 1,2 миллиарда тенге. Строительство данного объекта завершится уже в августе. Также в новой школе планируется открытие дошкольного мини-центра. По итогам осмотра Асалбек Дусибаев дал ряд поручений по проведению строительства, согласно утвержденному графику, по возможности с опережением. Также он отметил необходимость соответствия качества возводимых зданий, соблюдение технических характеристик и условий. Предпринимаемые меры позволят сохранить рабочие места и темпы промышленного производства, городообразующего предприятия, что в свою очередь даст значительные поступления в бюджет области. Екатерина Афанасьева, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, а после мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания «Галакси» рекомендует высокопрочные окна торговой марки «Галвин» и противовзломную фурнитуру «Фарнакс», которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Маленькие карагандинцы отметили День защиты детей в Центральном парке культуры и отдыха. Администрация парка позволила всем детям до 14 лет бесплатно прокатиться на аттракционах. Каруселем выстроились огромные очереди, желающих оказалось немало. Также в парке работали собаки-терапевты для детей с тяжелыми диагнозами, как ДЦП, аутизм и так далее. К празднику была отреставрирована детская железная дорога. Подробности далее. В парке яблоку негде упасть. Детвора в сопровождении родителей атакуют аттракционы. Для малышей организованы спортивные состязания и рисование на асфальте мелом. Ребятишки искренне рассказывают о своих рисунках. Я люблю этот мир. Он нас спас. И я благодарю наш мир. Я рисую мир. На главной сцене парка весь день выступали различные творческие коллективы города. Свои таланты проявляли и ребята из школ искусств. А в стороне также важно и спокойно трудились собаки-канистерапевты. Среди них Ньюфауленды, Лабрадоры и Хаски. Сегодня мы пришли в Центральный парк специально поздравить всех деток нашего города с Днем защиты детей и дать возможность пообщаться с нашими собаками. Потому что они очень добрые, они нежные, ласковые. Кто-то большой, эффектный, пушистый, мягкий. Дети без опаски играли с огромными собаками. Со слов организаторов терапии, псы абсолютно безобидны. Они прошли тщательный отбор и были проверены на агрессивность. А затем прошли специальное обучение. Собаки, они очень хорошие друзья человека. Они очень смешные и очень любят людей. Расскажи про Ньюфу. Ньюфа, она смешная, она хорошая и добрая. Дети веселились, а взрослые старались запечатлеть забавы своих малышей на камеры. Каждый родитель старался устроить для чада настоящий праздник. Воздушные шары, сладкая вата и улыбчивая детвора мелькала тут и там. А и Маврина Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Продолжаем выпуск. Плановое заседание общественного совета по противодействию коррупции состоялось в стенах карагандинского областного филиала партии Норутан. Главные задачи совета – пресечение нарушений антикоррупционного законодательства Республики Казахстан в совершенствовании государственной политики по противодействию коррупции в органах государственной власти, местного госуправления и самоуправления, а также устранение причин и условий, порождающих коррупцию. К примеру, на строительство автомагистрали Астана-Караганда в 2015 году выделили 18 миллиардов 200 миллионов тенге. Но этой суммы оказалось недостаточно. В текущем году из государственного бюджета было выделено 23 миллиарда тенге. Подобные отчеты предоставляются каждые 2-3 месяца для прозрачности работы. В частности, на сегодняшнем заседании обсудили вопросы, которые позволят решать реальные проблемы, которые связаны с повышением эффективности работы госучреждений. Были рассмотрены два областных управления. Это областное управление занятости и координацией социальных программ. И второе – это областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Для работы в сегодняшнем заседании приглашены руководители местных исполнительных органов на уровне заместителей Акимова области, руководители целого ряда областных управлений, первые заместители территориальных филиалов партии Нур-Атан. Я думаю, что, не думаю, даже я уверен, что работа, проводимая нашим советом, она обеспечит эффективное противодействие коррупции и будет способствовать формированию в нашем обществе неприятия к коррупционным проявлениям. К другим новостям. Студентам Карагандинского транспортно-технологического колледжа предложили выбрать между курением и здоровым образом жизни. Беседу о вреде табакокурения провели профессионалы, которые не на словах знают состав сигарет и курительных смесей. Подростки остались под впечатлением, каждый из них получил буклеты. Актовый зал колледжа заполнили подростки. Юноши и девушки слушали врачей с присущей им невнимательностью. Однако было заметно, что состав сигарет и красочное описание внутренних органов, пораженных табачным дымом, заставил их задуматься. Каждый из них рано или поздно сделает свой выбор, курить или не курить, говорят наркологи. Сейчас их задача дать им полную информацию, какие будут последствия от их выбора. Врачи отмечают, безобидным табак или кальян назвать нельзя. И в том и в другом случае организм захламляется вредными веществами, как формальдегид и никотин. Беседу о вреде курения доктора провели не случайно. Эта акция была приурочена Дню борьбы с табакокурением, который во всем мире отмечается 31 мая. Как это ни печально, у нас сейчас эпидемия, особенно среди молодежи, любители кальяна, любители носа, любители сигарет. И вот с этой эпидемией мы стараемся бороться посредством таких мероприятий, чтобы донести до подростков, до молодых людей, что это действительно вредно, как бы они не расхваливали это все, это действительно ужасно. Накануне Дня государственных символов Республики Казахстан прошел семинар о том, как правильно использовать государственную символику. Его посетили более 50 госслужащих. В ходе встречи были рассмотрены ошибки, совершаемые при использовании символов в работе. Основная задача встречи – совершенствование форм и методов изучения работы по пропаганде государственных символов. Госслужащим следует быть более ответственными и внимательными, исполняя национальный гимн и поднимая над головами флаг родного государства. Мероприятие проводится ежегодно в управлении внутренней политики. И мы очень рады приходить на это мероприятие, пополнять свои, как сказать, знания о государственных символах и исправлять кое-какие свои ошибки, которые допускаются в некоторых организациях. И еще два события, посвященные нашим детям. Праздничная программа «Балалых шахтангжолдос десатиры», посвященная Международному дню защиты детей, прошла во Дворце детей и юношества. Ребята всех возрастов остались довольны. Шахматный турнир удался. Наша съемочная группа следила за развитием событий. Этот день дети запомнят надолго. Площадка перед Дворцом детей и юношества действительно превратилась в воплощение детской мечты. Здесь сегодня праздник. В программу включены мастер-классы, спортивные состязания, игровые программы, интеллект-викторина, конкурс рисунков на асфальте, аквагрим, фотосессия, выставка творческих работ победителей областного конкурса детского творчества «Уркен». А также стартовал чемпионат города Караганды по классическим шахматам среди детей. Большое внимание уделяется подрастающему поколению. Обеспечивается право детей на счастливое детство, развитие творческого потенциала, здоровый образ жизни. Для каждого человека нет большей ценности, чем его ребенок. Все мы мечтаем и делаем все, чтобы наши дети жили лучше и интереснее. День защиты детей напоминает всем людям во всем мире, что надо помнить о правах каждого ребенка. Дорогие ребята, и сегодня, в этот праздничный день, открывая сезон летнего отдыха, мы даем старт чемпионату города по классическим шахматам среди детей. Участие в шахматном турнире принимало около 150 детей. Все они любят данный вид спорта. Шахматы для них не просто игра, а увлекательный мир живых фигурок. Аделя Абдрахманова рада, что такие мероприятия проводятся в нашем городе. Девочка утверждает, что это лучше, чем смотреть телевизор или играть в компьютерные игры. Шахматный турнир будет проходить еще 10 дней, после чего лучшие из лучших будут награждены призами за занятые первое, второе и третье места. В заключении сегодняшнего дня все дети приняли участие в танцевальном баттле и флэш-мобе. Именно таким и должен быть праздник – Международный день защиты детей. Екатерина Афанасьева, Исланбек Аспан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Добрыми волшебниками для детей стала сеть супермаркетов «Аян». Они организовали праздничное веселье с участием сказочных персонажей. Игры, конкурсы и подарки в честь Дня защиты детей. Мальчишки и девчонки получили массу незабываемых эмоций. Никто из них не остался в стороне. За весельем наблюдали наши корреспонденты. Мы побывали в супермаркете «Аян», который расположен по адресу Рыскулова, 5. Развлекали детей мультяшные персонажи-фиксики, которые прилетели специально к ним на праздник. Таких гостей дети не могли не ждать. Девятилетняя Ангелина Медведева активно участвовала во всех играх и конкурсах. Веселье удалось на славу. Мне понравился этот праздник, потому что тут соревнования, подарки. А я подарил нам этот праздник. Спасибо ему. Впечатлила акция не только детвору, но и взрослых, наблюдающих за веселыми играми своих счастливых чат. Айголю Разгалиева привела на праздник внучку и внука. Хочу ТБЦАЯн поблагодарить, поздравить их с праздником, что устраивают такие праздники. Не первый год нашим деткам. Наши детки с удовольствием празднуют. Спасибо детям нашим огромного чистого неба, здоровья всем, благополучия. Мыльный дождь подарил детям особую радость. И малыши, и ребята постарше спешили попасть в его плен. Также детвору порадовали мягкие игрушки, сладкие призы и воздушные шарики. А администрация супермаркета поздравила маленьких карагантинцев с праздником. Всем деткам желаю только радости, счастья, улыбок, как можно больше подарков в этот день и не только. Пусть ходят к нам в супермаркет, мы пытаемся обеспечить хорошее настроение всем карагантинцам. Аналогичные праздники прошли в 12 филиалах сети супермаркетов Айян, которые расположены в Караганде, Тимиртау и Алмате. Первый супермаркет был открыт 15 лет назад. С тех пор и продолжается традиция дарить детям и взрослым радость. Айямамрина Тулигин Рашитов, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин